Остап Бендер утверждал, что вся контрабанда делается в Одессе. Мы утверждаем, что и все мировые новости делаются там же. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Видимо, все как в очереди на квартиру. Раз в год. Ребята, ребята, все. Спокойно. Вы скажите, что мы будем снова делать? Группа моряков перед дальним рейсом посетила женское общежитие Меневровского. Не проходит, что ли? Не, не проходит. Не, не, не. Ну, потому что моряков-то надо заменить. И опять-таки, у моряков-то с женщинами все-то будет по-любовски. Да. А нам-то нужна сенсация. Нужна. Криминал. Нет, конечно, там криминал. Точно. Тогда, значит, новость будет звучать так. Группа преступников-насильников обесчестила все женское общежитие. Так, 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 а подождите. Не трогайте бедных женщин. Пусть эти мушланы оскверляют что-нибудь другое женщин. Что-нибудь другое. Что можно еще осквернить? Не, ну, в принципе, там, можно памятник. Или какое-нибудь народное достояние. О, правильно. Вот у вас, у вас, у вас, да, неувязочка. Вот эти рецидивисты, преступники, в дальние рейсы не ходят. А я ухожу. А, ну, иди. Зато собираются на воровские сходки. О, да, правильно. Так, прекрасно, совершенно потрясающая новость. Пиши. Пиши 10 секунд за эпирам. Значит, так. Перед воровской сходкой бандиты осквернили народное достояние. Все, все. Спаса Преображенский собор. Здравствуйте. В эфире экстренные новости. Перед заседанием Верховной Рады депутаты от партии регионов помолились в Киево-Печерской лавре. Но все равно не удержались и подрались с оппозицией. Андрюха, Андрюха, ты не знаешь, где спиртное дешевое можно взять, а? А то мой сосед перестал гнать самогон, говорит, невыгодно. И соседа невыгодно, понимаешь? Украинские заводы останавливаются из-за высоких тарифов на электроэнергию. Я вчера была на привозе, так там таки была драка. Продавец японского суши таки получил по морде от продавца корейской морковки. Японская противоракетная оборона пропустила корейскую баллистическую ракету. Короче, мы уже не ходим, не бьем. Да, мы сейчас. Так, слушайте, сюда сейчас я вам расскажу. Классно, не еду, слушайте, что надо рассказать. Так, да. Смотрите, значит, видите, страховой агент, страховой компания ТЭКО, выходящего Рабиновича из церкви. Он подходит, говорит, Рабинович, что ты там делал? Он говорит, честно, я вам расскажу, я там крестился. Что, больной, что ли? Что ты там крестился? Рабинович говорит, вы поговорите с нашим попом. Он же уговорит кого угодно. Вот давай поспорим на 100 долларов, что он тебя тоже уговорит. Он говорит, ну давай поспорим на 100 долларов. Уходит, это страховой агент, уходит. Долго его не было. Ну, я на минут 40. Вот, выходит, Рабинович так подходит. Ну что, как дела, все нормально? Говорит, все нормально, давай 100 долларов. Я его застраховал. Ну дебил.